Бринь мне дреим, ба-бум, ба-бум, дядь нам, ббам, бам... Будь ему, ма-бум, дай ему другую фриBrien Make him the cutest that ever seen Ба-бум, да-бам, give him two lips like roses and clover Then tell him that's a lonesome night over Блядь, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, Да ладно, приветствую с вами Александр Шадов. Кандидат в философских наук. Там, я не знаю, анимешник, блядь, комиксовед. И вообще... Сверх-человек. Сегодня мы будем обсуждать, рассматривать, обозревать великое произведение Нила Геймана «Песочный человек». Ну, мы будем и прочитывать здесь его постепенно, картинки рассматривать, сюжет, в общем-то, немножко прорассказывать, так что будут спойлеры. В своё время я читал это произведение, не полностью на стриме, напоминаю, мне понравилось, очень интересно, очень местами забавно, очень-очень-очень годно. Ну, в общем, поехали. Обзор начинается. Вот и его личико. Вот и его личико. Ну, и, собственно, чтобы разбирать эту прекрасную, в общем-то, мангу, прошу прощения, да, этот визуальный роман, мы будем использовать вот это музыкальное сопровождение. Ну, вы поняли. Да? Ну, вы поняли, ещё раз. Окей, поехали. Так. Ну, нарисовано, конечно, такое себе, честно говоря. Честно говоря, да, рисовочка, конечно, очень... А, вот здесь уже круто. Но всё равно староватенько так, староватенько. Сейчас, сейчас рисуют куда более, что ли, модно. То есть, манга, манга, простите. Аниме это устарело уже давно. Поняли, я про визуальный роман говорю. Сколько можно с вашими мангами? Ну, в общем, соответственно, вы сами всё видите, сами всё видите. Тут разные ситуации, тут видение, большая, короче, большой introduction происходит. Ну, и да. Произошёл призыв дьявола. Вообще, они смерть призывали, но получилось вот это вот куэта. А, в общем-то, это не смерть, неожиданно оказалось. Чё-то они, в общем-то, ошиблись. Вот пацаны, короче, лоханулись. А знаете, кого они призывали? А, ну, прошу прощения. Короче, пацаны поняли, что это Мистер Сон, Морфей, короче, да, Сэндман, ну, вы поняли. В ордене, который призвал его, произошёл также раскол, ну, это вы тоже, наверное, знаете. Кстати, призывающий, призвавший, в общем-то, нашего героя, он состарился и скоро умрёт, лол. А вот и наш, в общем-то, ну, вы поняли. Да, вот он, вот он, соответственно, вот он, как он выглядит. Некоторые изображения вот этого вот... Очень хорошо, кстати, выглядит, мне нравится, как он там прорисован, очень даже интересно. Владимир Путин тоже молодец, как вы видите. Ну, и вот. Во, началось, короче. Ослабевший рукой я хватаю, пролетавший, мимо, сон, давно я не ел. Я ушёл королём и вернулся голым, одиноким, голодным. Я дома. Ну, вы поняли, да, окей. Короче, дед вырвался, всё хорошо. Я представляю, как одежда облегает моё тело. Такую из сновидений. Как я давно этого не делал. Ну, вот. Ну, в общем, наш... Питается непосредственно сновидениями, и он очень крут, да. Ну, в общем, он всём отомстил, ну и всё нормально. Вырвался, победил, отомстил. Наш прекрасный герой, в общем-то. Ну, и вот дальше уже вторая глава. Их 70 с чем-то. Да. А вот и мои любимые главные герои. Вот наш герой, короче, возвращается в свой замок, а там его непосредственно ждут его бывшие слуги. Они там друг друга взрывают, что собираются ещё хоть хуйню делать. А наш, в общем-то, вернулся, он вернулся. Всё, вот он. И вот он, короче, прилетел, и вот он здесь на месте. И он, вот этот наш, готов управлять своим царством непосредственно. Вообще, слуги нашего очень смешные, забавные и прикольные. Это тоже стоит помнить. Они классные, соответственно. Ну и вот, соответственно, вот такие красивые картинки про него здесь находятся. И тут появились Мойеры, соответственно. Вот они прекрасные. Вот они прекрасные Мойеры, короче. Нашему герою необходимо, нашему, как его зовут-то? Соответственно, да, вот. Ему необходимо вернуть свои предметы, в которые он силы вложил в своё время. Ну вот. Вот теперь надо всё это отыскать. В общем, наш... Просит у них три ответа на свои три вопроса. И будут те три ответа, отвечают они. У меня был кошель с песком. Где он? Он говорит, что стало с моим шлемом? Ну, то есть, кошель с песком. Шлем. И последний вопрос. У кого теперь мой лунный рубин? Ну и всё, всё всем известно становится. Они рассказывают, что я у Бэтмена, блядь, что нахуй. Я что-то вот это вот пропустил неожиданно. Да, я в прошлый раз, видимо, не очень, ну как, внимательно, наверное, читал. Но, соответственно, чё-то вот я с Бэтменом тогда не особо пересёкся. У Бэтмена. Короче. Короче, так, наш... Готовится отправиться в путешествие. Лига справедливости. А-а-а-а, кринж. Лучше бы этого здесь не было, честно говоря. Всё выглядит пока как очень взрослый комикс. И наш... Был заточён. И у всех как бы мотивация нормальная. У персонажей, которого похитили, выстроено. У него мотивация тоже понятна. А тут бац, и наш герой... Отправляется к Лиге справедливости. Непосредственно. Боже мой. Ну, это скоро будет. Не прямо сразу. Вроде он сначала к Беленькому пойдёт. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот он так и решает. Вот. А вот и у нас, соответственно, беленький долбоёб. Абсолютно неинтересный чёрт, но да ладно. А наш... Пока не появился в этой части. Короче, друзья, простите. Я тут некоторое время на самом деле кое-что попустил. И на самом деле получилось довольно плохо. То есть я перепутал кнопки пуска. И выкола, да. И, соответственно, я записывал то, как я между своими речёвками, да, комментариями, соответственно, сижу тут. Там, я не знаю, там, пержу что-то вот. Ем там всякую хуету. И вообще всякой хуйней страдаю. Там, в общем, на всю комнату вот это раздавалось. и я, короче, решил, что этот момент следует немножко срезать. Ну, я вам сейчас расскажу, что я успел за это время прочитать, потому что это не записалось вообще в принципе. В принципе не записалось! Блин, не записалось! Я сижу, записываю, и ничего не записалось. Короче, наш герой поговорил с Константином, этим долбоебом, короче, блондинистым ублюдком, придурком, недоумком, да? И, соответственно, его тёлка-наркоманка, она на самом деле упарывалась вот из этого вот мешочка с наведениями, её там вообще расперло, она под коксом там лежала, в общем, довольно весело и так нормально, пойдёт. Ну, не самая весёлая арочка, но пойдёт, короче. Потом наш герой отправился в ад, в аду оказалось, что там теперь не один правитель Люцифера, Люцифер, пипец, какой красавчик здесь вообще-то, да? Ну, в общем-то, там несколько правителей, и Вильзевул ещё, и Азазель вроде бы, да? На третьего меньше упор делается, просто вроде Азазель, да, вроде бы Азазель. Вот он там вот, вот, красненький, вот он здесь вот красненький стоит, и Азазель, вот эта Люцифера, вот эта вот муха ебучая. Ну, короче, там один из демонов себе прихапал шлем, маску нашего... Да, и в виду это так, давайте вот даже так, да. И наш, соответственно, в общем-то, победил его в честной схватке, правда, там бой был довольно интересный, так что вот оно как-то вот так вот всё у них сложилось. Честно, очень неприятно, потому что я там немало контента понаписал, а я чё-то вот профукал этот момент, где я паузы перестал делать, и всё, блин, сложилось как-то кринжово, простите, друзья. Ну, честно говоря, тут какой-то кринж дальше происходит, я даже это комментировать особо не хочу, тут довольно какая-то странная хуйня с каким-то скелетроном ебучим, прошу прощения. Ну и вот наш... Отыскал непосредственно свой рубинчик, наконец-то. Всё, короче, прошло много всяких херней, довольно долгие диалоги бесячие. Пока что из трёх арок, которые были, вот эти вот путешествия в разные места, мне больше всего понравилось ад. В аду было прикольнее, конечно. Первая грустная с этим придурком, короче, Константином, вторая весёлая и нарисованно весело, третья, она что-то сильно наркоманская, то есть её попытались сделать ещё более наркоманской и странной, но она что-то сильно наркоманская. Рисовка местами прям вообще радует, конечно. Да. Но наш герой потерял сознание, арка не закончилась. Рубин он не получил, лол. С Рубином произошла тема, которая называется «Моя прелесть, моя прелесть». Ну и, в общем, планируется большой батл, если ты хочешь завладеть силой повелителя снов, тебе придётся проникнуть в его царство, в сны. Трус, блядь, вот этот голум, короче, который украл Рубинчикова, протестует. Ну и, конечно, победил. Победил в битве сновидений, в своём царстве он оказался сильнее. Встреча с подружкой. Смерть, видимо, сеструха его. Про голубей беседует. Или это, нет, или это просто панкуха? Это просто панкуха какая-то. Там же ещё и смерть должна быть. Нет, смерть, это смерть, я её узнал. Она появлялась в других комиксах, это точняк смерти. Вот она жизни отбирает, выглядит панкушно так, ну, типа смерть. Вот так вот. Арка со смертью клёвая. Блин, смерть смешная, забавная. Мне очень понравилась. А наш... Ну, заебал. Он, конечно, скучный персонаж относительно, но вот такое. Какое-то странное сновидение про индейцев было, такое себе. Ну, я понял. Дальше, видимо, пойдут такие, знаете, сюжеты, типа... Эээ... Вот, чё там кому приснилось. То есть, если начало было интересно таким единым сквозным сюжетом на несколько арочек, да, на несколько выпусков, то дальше, видимо, будет поскучнее и, соответственно, ну, там как попадётся. Какой выпуск, такое и качество, так скажем, да? То есть, если попадётся что-то про каких-то авосанных индейцев, ну, ты такой... Эээу. А если что-то интересное, ты такой... А-а-а. Ну, в общем, посмотрим, что там дальше будет, давайте. Из большого недостатка комикса, наверное, замечу, что очень много текста. Визуал тоже имеется, и он иногда очень хороший, иногда, наоборот, очень плохо. То есть, рисовка-то в целом довольно простая, но иногда некоторые нюансы интересные наблюдаются. Особенно с работой с кадром, вот эти вот расположения глаз всякие, превращения, развращения, вот эти вот, все вот эти вот штуки, они довольно интересны. То есть, я даже не знаю, как рисовку оценить в конечном итоге, просто потому, что она прикольная. Но километры текста, километры текста мне очень пока что тяжело дается. Не судите строго, да? В общем, пролистал я кукольный домик, и, честно говоря, скукотища. Теперь продолжаем дальше, продолжаем дальше. Ну вот, мне уже не нравится. Начинается куча всяких вот этих вот человеческих, маленьких историй. Они все такие человеческие, они все такие маленькие. Он там уже путешествует. Вот когда это было про богов там, где... Я бокс на видении морфей! Я тебе сейчас... Я тебе сейчас, короче, за свою кепку, вот эту вот шапку, шлем, да, я тебе сейчас, короче, моргало выколю. Вот мой пакетик с песком, мой рубин, да я за рубин тебе сейчас, короче, ебальник твой начищу как следует. И потом вот эти вот все странные метафизические события, знакомство с миром, вот это все разнообразие, вот это вот все картины, кринж, кринж, и странные эти штуки. Вот это прикольно было, это реально было сильно. Начало мне очень понравилось. То, что я сейчас делаю, во-первых, это километры текста, но вы просто оцените, вы просто, блядь, оцените эти километры текста, где эти абсолютно неинтересные персонажи, абсолютно мне неинтересные персонажи, разглагольствуют друг с другом, и получается набор каких-то странных, рандомных историй. Я не то чтобы противник этого, я в принципе могу понять, что многим людям это скорее нравится, и возможно людям нравятся именно эти моменты в данном произведении, да, прежде всего эти моменты, но я не один из них в данном случае, мне очень тяжело такое воспринимать, я очень оторван от людей, как вы знаете, да, и мне в целом человеческое во многом чуждо, и я такой на это все смотрю и думаю, ну обзор все-таки мой, поэтому я вынужден, да, высказать свою личную позицию. Вот. Вот как-то так. И вот, блядь, пиздец начался, теперь про котенка, ебаный в рот, да вы чего, какой котенок, какие коты, что за сны-то такие, блядь, небанутые, без фантазии вообще, ну что вы придумываете-то вообще, что это, блядь, за кринж, вот-вот-вот серьезно, тут теперь реально, одна более-менее типа норм, вторая более-менее типа хуйня, типа про котенка, охуеть просто. Блядь, отсылка на Вильяма Шекспира, сон в летнюю ночь, этого не могло не произойти, вероятно, да, сон в летнюю ночь, поехали, да, охуеть, охуеть, гениально, гениально, блин, нет, в копочках, nope, не, на самом деле, чем дальше, тем более разочаровывающе, то есть он постепенно скатывается, мне кажется, то есть начало норм, начало норм, а потом уже как-то, ну, 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 вот, что-то вот такие вот еще отсылки очевидные, типа, ну, пофигу на них, да и вообще как-то. Вот-вот-вот оно началось, там, Аберон, там, все, все, Титания, охуеть, охуеть просто, 10 из 10, блин, нет. Ну, это такой набор из разных историй снов пошел дальше, и честно говоря, меня это нифига не возбуждает, так скажем. Ну, ну, знаете, вначале было еще целостная такая история, а потом так бац, ну, я не скажу, что все эти истории прям совсем нулевые и безинтересные, но мне вот не очень. Ну, здесь хоть рисовочка нормальная пошла в главе видимости, типа красивенько, нормальненько там, что-то вот неплохо. А вот что-то интересное начинается. Соответственно, Туман, Пролог, в общем-то, Сезон Туманов, простите, Пролог, и тут появляется персонаж по имени Судьба из рода Бесконечных, вот, собственно, еще один брательник нашего Морфия, как я понимаю, ну, и это интересный персонаж, а вот и наши Мойеры Грации. О, Господи, Судьба будет собирать семейное собрание, интересно. Ну, в общем, собрались все, бесконечные, и это интересно. Куча интересных персонажей, вот семейка у нашего героя еще такая, знаете, веселая. Мне нравится, как они гротескные, очевидно прописанные, но очень интересно, особенно вот это вот безумие. Да вообще многие здесь очень хороши, мне, мне, короче, нравится вот это событие, вот я здесь вдохновляюсь, вот здесь уже хорошо. Ну, в общем, наш Морфий отправляется, наш, простите, отправляется в ад, и все, все началось, все, как и предсказал Судьба, поехали. Сезон Туманов, продолжаем. Возможно, я не вернусь, говорит. Люцифер, как бы он это, ждет, ждет, когда придет враг, готов его, в общем, ответить. Ну, и вот, он надевает, все свои прибамбасы, и отправляется, вот, прощай, Люцифер, но он готовится к смерти, вообще-то там, его убьют, возможно, за все, за все случившее, за все хорошее, оскорбил Люцифера, прикиньте, наш, оскорбил Люциферу. Вот это очень клевый рисунок, если что, мне очень нравится. Бля, Люцифер уходит и закрывает ад, прикиньте, уходит с работы, ублюдок. В общем, Люциферу крылья обрезали. Так, неожиданно выяснилось, что мы, в принципе, можем читать всего 28 страниц, да, 28 этих арочек, а мы уже на 26, соответственно, очень рад, очень рад, очень хорошо. Так вот, происходят довольно интересные события, как все прекрасно разукрашено, как с Адом вообще все разобралось, очень классно и качественно. На самом деле, меня очень сильно многое здесь радует, особенно рисовка. Причем, смотрите, рисовка, да, она старая, местами примитивная, но местами автор так, художник так играет со цветом, что это очень интересно. То есть, я бы хотел посмотреть современную интерпретацию, вот этот рисунок вообще крутой, на самом деле. Некоторые рисунки, они совсем эскизные, да, некоторые рисунки вот такие вот. Здесь иногда круто, иногда не круто нарисовано. появились асы, египетские боги, еще что-то, еще что-то, короче, миллиард всего вокруг появляется, и это довольно интересный мир, и арка Сезон Туманов мне очень понравилась. То есть, мне вот отдельно, сейчас я отмечу, очень сильно понравилась первая арка, с поиском предмет, ну, с предысторией, с поиском предметов. предыстория, ну, типа, пойдет, очень на греческий миф похожий, где, соответственно, Аида вроде бы приковали, вроде, или смерть, ну, вы знаете, вы знаете, когда все стареет, соответственно, перестали. А вот, вот, вот это, то же самое со снами произошло, это такая, возможно, даже отсылка прямая, может быть, и не очень прямая. Ну, вот, как бы, это очень интересный момент, и потом поиск всех предметов, довольно интересный момент, меня он тоже, в общем, будоражит, и наш очень интересный персонаж, тоже, ну, нет, не очень, на самом деле, в основном, другие персонажи особо интересны, прежде всего, его слуги, во-вторых, всякие другие божества, которые достаточно гротескны, наш персонаж, это такой, знаете, типа, мега-год, такой вот, скрытный, такой молчаливый, даже, вот, смерть, она панкуха, например, вот такая вот, она вот такая, она клевая, она боевая, она классная, а этот чел, такой, знаете, вот буквально, вот такой вот челочник, вот такой вот челочник, вот такой вот, там что-то у него все, мямлет постоянно, и, короче, мне не нравится, мне не нравится главный персонаж здесь, он такой, знаете, вокруг которого события интересные, периодически происходят, вот, вообще, из того, что интересно, то, что здесь раскрывается вселенная DC, причем за пределами многих таких вот аспектов, которые, типа, супергерои, вот эта вся херня, Бэтмен один раз был показан, Константин, это тоже персонаж из других комиксов, ну, кстати, из мистических, насколько я знаю, то есть, ну, вообще, в принципе, довольно интересный пласт вселенной DC показывается через песочного человека, и это очень интересно, на самом деле, это, на самом деле, очень и очень интересно, за это большой-большой респект. Шарик, 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 в конце встречи всех там демонов, божеств, ангелов, вообще охуенная тема, мое почтение, красотища, красотища. Ну, история про то, что чел ее вот этот наш, короче, девушку сослал в ад, из-за того, что она была обижена своим возлюбленным, то есть, ну, короче, она обидела его, этого нашего морфея, и он ее нахуй в ад сослал на 10 тысяч лет, а? Она такая, типа, да я даже музыку сделаю вот эту. Вот, вот такая вот она прям, вот очень в духе. А челл этой девушкой как раз и торгуется, смотрите, Азазель. Тут все, короче, послы приходят и торгуются с нашим героем, а он их всех отсылал. Сейчас, что там Азазель-то сделает? Как же все хотят этот ад Люцифера. Все хотят ад Люцифера. А Люцифер вместо того, чтобы ебнуть нашего героя за оскорбление, в общем, что-то вот как-то вот расщедрился, мудило. Вот, ангелы начали понтоваться тоже. Ад должен быть, ибо без Ада Рай не имеет смысла. Короче, верни туда демонов. Верни демонов в ад, быстро! Ангелы спиздили ключ. Ну, взяли, в смысле взяли. Он им отдал ключ, собственно, сам, да? Он. Бам-бам-бам. Отдал им ключ, соответственно. И все что-то сильно расстроились, они очень хотели ключ от Ада. Ну, Азазель, короче, уебываться начал, и начинается батл-рояль. В общем, Азазелю не понравилось, что, короче, ангелы, в общем, будут атаковать, да? Ну, в смысле, будут править Раем, Адом, точнее. И начинается, короче, батл-рояль. И наш, короче, герой, Морфей, решил войти в Азазеля, чтобы спасти свою, вот эту, бывшую девушку Надю, куколок. Короче, герой освободил свою девушку и того демона, с которым он сражался в начале, да? Ну, за маску свою. Но Азазель не дает ему выйти, он своим ротиком его грызет, грызет без остановки. Отныне ты мой победитель снов до скончания веков, и когда я съем твою душу, твоя... Где ты? Было неразумно с твоей стороны, пишет наш... Пытаться навредить мне Азазель. Где-то еще это возможно, но не здесь. Это мой дом, вместилище моей силы. Это сердце царства снов. Реальность здесь формируется согласно моим желаниям, ни больше, ни меньше. Ты расстроил меня, Азазель, и в обете твоих... и в свете твоих действий было неразумно отказываться от моего покровительства. Упс. Азазель, саксандек. Ну и вот все возвращается на круги слоя. Соответственно, демоны в аду, ангелы ими теперь управляют, ух, и наш герой будет говорить со своей тянкой. Уи-и-и-и! Бля, они поговорили, она его пощечину дала, а потом они поцеловались. оп а вот этот вот так вот ангелы демоны какая красотища как красота вода в конце истории нам соответственно показывает того с кого эта история началась не уж кешь простите вот здесь вот усик чешется да я мог на паузу нажать на уж так вот получилось ну и вот наш судьбоносный судьбонос вот он вот вот он соответственно ну чего все мы прочитали заданное задание и в принципе в принципе я отмечу начала несколько глав середина типа куча разных историй да там индейцы эти предыстория подка да 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 типа пойдет тоже на самом деле но сначала смотрелось довольно кринжово и довольно скучно ну и много там скучноватых историй посередине было а вот конец то есть сезон туманов это очень хорошее интересное такое знаете масштабное произведение которое мне определенно понравилось куча разных персонажей с разными характерами эти боги и не боги и вот эти вот все создания наш главный герой как я уже выразился ну обычный челочник такой обычный эмо челочник с мега способностями да есть такое но все что его окружает это довольно интересно вообще в принципе произведение довольно интересный обзор вышел довольно таки короткий потому что на самом деле читать это все невозможно потому что текста оверда хуя честно говоря в манге текста в среднем меньше и наверное да за комиксы мы будем просить следующий раз намного больше просто потому что обслуживание комиксов она довольно сложнее соответственно производится на естественно какую такую мангу в 12 глав в несколько десятков выпусков я за то же самое время успевал обозревать полностью прочесть то сейчас мы 26 посмотрите да если мы 12 томов умудрялись за несколько часов вот тут вот вот работы за один день про полностью прочитать и выпустить выпуск про них то здесь мы еле-еле короче дошли до 28 главы до 28 главы еле-еле дошли с очень медленным в очень медленном общем-то темпе на самом деле все это длилось очень много чтиво прям очень 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 много чтиво и в этом плане чисто на почитать конечно чисто на почитать если любите читать все берите самым самым вообще интересное произведение она заслуживает внимания в любом случае кем бы вы там ни были она неплохое но с некоторыми отсылками иногда банальными иногда разочаровывающими иногда нам в общем иногда даже хорошими немножко конечно кукожит всякие отсылки на всяких существ из дисси комикс что дисси комикс выпускали там бэтмены лига справедливости константин еще куда не шло наносительно нейтральный но все таки то есть если бы the sandman был полностью своеобразным произведением оторванным от всего остального дисси на мой взгляд было бы куда лучше честно говоря но как говорится да да пам-бам-бам короче ладно друзья ну что мистер сэндмен bring me a dream тум-дум-дум-дум-дум ладно все простите не будут ведь уже вначале опозорился это было кринжова надеюсь сильно надеюсь очень кринжова надеюсь вам понравится обзор микроскопический к моему большому сожалению но он наверно другим особо быть и не мог отношусь к произведению позитивно оно красиво рисовка она очень варьируется от очень простой до очень неплохой с цветами работаю контрастно и интересный вот этот ад, как проработан. Хотя фонов здесь нет, на фоны вообще полностью местами забили, конечно. Ну, ладно, это отсылка. Это время какое было, да, учитываем время, когда это вышло. Конечно, круто. Смотри-ка, я воображала. Вот учел, вот такую штуку придумать, блямбу. В общем, друзья, спасибо за то, что были со мной. Сегодня коротенький обзорчик, ну да ладно. Блин, к сожалению, да, я лоханулся, когда обзор записывал. Это тоже печально, потому что куча хороших кадров выпала. Куча хороших кадров.